Итак, мы продолжаем. Половина пути пройдена. Осталось еще две серии. Посмотреть нам сегодня в Азии. BTS Online, Execration, Reality Rift. Первая из них. Комментирует Adequat Immortalis. Смотрим драфты, смотрим, как там у команд идут дела нынче в таблице. Я вижу, что Execration одну серию выиграли. Мы как раз ее комментировали во второй день у Signal Ultra. А затем команда умудрилась проиграть четыре, не взяв ни одной карты. Ну а Reality Rift пока не добыли ни одной победы, но при этом у них три ничьи и два поражения. Да, ну и получается, что, в общем-то, это ботом турнира на таблице на текущий момент. Reality Rift у нас... Ну ладно, не Execration. Там, я так понимаю, по баллам делят с седьмую по десятую строчку, получается. Все команды Execration, Reality Rift, TNC, Signal Ultra. Короче, тяжело выбираться надо, побеждать надо. Вот какой смысл основной. Ну, в принципе, там для всех команд это характерно. Мотивация только одна — выигрывать и пробиться в плей-офф. Вот. Кому с верхней сетки, кому с нижней. Посмотрим, что продемонстрируют нам ребята. В общем, составы на текущий момент полные. Без замен. Первая карта. Давайте посмотрим, что в итоге ребята нам покажут интересного такого. Показывают нам ФП Бестмастер. Сегодня это уже не первый раз, когда мы видим ФП Бестмастера. В ответ — наш любимый Dragon Knight. Плюс Enchantress Execration. Бугна. Мы закрывающие в первой. Дальше клопа. Ответ — это Мирана. Окей, Мирана понятно. А роуминг — персонаж, который будет Enchantress контрить отчасти. Плюс роуминг. Хорошая комбинация под Primal Roar. Primal Roar сам по себе довольно продолжительный контроль и стан. Можно его еще и продолжить стрелой Мираны. Поэтому пока нормально. Неплохо, да. В ответ получают Урсу. Ой, тебе не кажется, что герои-то против Урса неплохие? Пугна, который не дает бить. Мирана, которая уходит на липах. Любопытно. Ну, на линии активничать Урса хочет. Он понимает, что линия будет Мирана плюс Бестмастер. То есть Мирана роум еще. Бестмастер чуть ли не в соло будет стоять. Урса с кабанами справляется нормально. Там через первую-третью. Напрыгивать будет. Бестмастера щемить. Ну, вообще, и с Enchantress в компании они могут этого Бестмастера так-то убивать. Поэтому, что касается лендинга, то у Урса должно быть все окей. Тут соглашусь. Бестмастеру тяжело будет на этой линии. Панга. Ну, хороший герой против Клопы, Enchantress, Урса, Прэганайт. Против всех хорошие персонажи здесь. Без Панга у нас игры обычно уже в Юго-Восточной Азии не обходятся. Все умеют исполнять на этом персонажи на разных позициях, на разные роли. Так что пусть будет Панга. Вопрос, куда Панга, да? Потому что вроде как номинальный оффлейнер Бестмастер уже есть. На четверку, если ставить, тогда нужно делать Мирану Кора или Пугну Кора. Поэтому не ясно. Панга мид может быть, а Лакрити сыграет на нем. Но надо ли? Вопрос. Панга, вот как герой здесь хорош, вот, против пика соперника. А как его поставить грамотно? Как линии расставить? Вот в чем вопрос. Тут вообще, на самом деле, непонятно. Здесь чуть ли не три четверки получаются у команды Пугна, Мирана, Пангольер. Бестмастера можно в мид, конечно, ставить. Опять сложно угадать именно расстановку. Спектра в бан уходит. Но нужен был какой-то ультра-хардкерри Реальти Рифт. И нет спектры, нет тролля, нет ПЛа. Кто остается? Такая халява! Такая халява! Такая халява! Это по-любому наши спамят. Осталось 5 секунд. Да наши, это конечно. Ольга, Санек, Валера, Алеша, Руслан, ну все на месте, все. Еще Олег есть, который сейчас драфтит. Олегу тоже большой привет. Тренер команды Реальти Рифт. Так что все на месте. Я тем временем расчехлил очередной энергетический напиток. Поэтому спасибо партнеру Monster Energy за такую поддержку на утренние эфиры. Это прям то, что нужно. На весь рабочий игровой день. Поэтому будем бодрячком, друзья. Ну что, закрывающие пики. Реальти Рифт первыми. Execration закроет весь драфт. Суммарно. Как без него. Рикки Мару. Мы с тобой комментировали, да? Помнишь игру Рики? От Руслана как раз. Нет, ты наверное в соло. Ааа, это тот момент, когда ты меня кинул. Ну да, да, помню, помню, конечно. Как не забыть такое. Комментировал я игру Рики Мару от Реальти Рифт. Мне там много таких нюансов не понравилось. В общем, по-моему, эту катку они проиграли. Но потом я пообщался с представителем Реальти Рифта. Мне там примерно донесли мысли о том, как у них там план на игру был. И там что-то у них не получилось. Поэтому в целом там просто задумка у них вообще командная какая-то не вышла. Но все равно у меня вопросы к исполнению Русланчика на Рике остались. И я очень приятно удивлен, что я комментирую вновь Реальти Рифт. И они вновь раскрывают своего Рики. Может быть, это будет апгрейд, так сказать, версия Рики Мару от Руслана. И Дрю нам покажет сейчас какой-то великолепный плей. Просто разнесет всю карту. Короче, верю. В Реальти Рифт в этой карте. All-in на Рике, что называется. А там котировочки интересно есть. Посмотреть. Ну тут Реальти Рифт должен быть фаворитом. Да. На их победу. 2-0 дают 1-72. Ничего себе. Ну тут скорее экзекрэйшн не ставят. Аутсайдеры жесткие, да? Ну, 4 там сколько? 4 сказал поражение подряд, да? Она, конечно, не красит команду. Особенно в формате Best of 2. Когда в турнире, где все друг друга переигрывают, да, там отжимают карты, в ничейные расклады уходят, аутсайдеры выигрывают с счетом 2-0. В таких, конечно, в такой ситуации проиграть 4 матча подряд, это прям совсем слабо. Супер слабо. Отсюда, наверное, такие коэффициенты, такие котировки. Это неудивительно особо. Ну посмотрим, посмотрим, как сегодня у нас филиппинцы проснулись, на что они способны. Что нам продемонстрируют. Забрали они кунку на ласт пик. Стало быть, кунку у нас будет в центр, и это будет суппорт клопа. Сегодня у нас вообще день добрый на различные эксперименты с саппортами, да? На 5-4 позициях. Да, кого только не было. Там ДК и все остальные. ДК и все остальные. Да, я думаю, что много чего еще будет, да, впереди. Эта катка плюс еще 3, поэтому наверняка чем-то нас еще порадуют команды. Ну, The Execration, друзья, будем более подробнее смотреть сегодня в остатке этого игрового дня, потому что у нас 2 матча с их участием впереди. Ну и, в общем, надо выяснить просто, в чем проблема команда Execration, почему 4 матча подряд сливаем. Почему ни одной карты отжать не можем? Надо выяснить. Да, печально, что именно даже карты не получается отжимать. Вроде как. На первой серии мы с тобой смотрели против Signal Ultra. Понятно, что там тоже соперник не из сильных, но они прям так легко их разнесли. Вот здесь что-то не то. Приготовьтесь к битве. Так, слушай, ну мы видим запуленного бестмастера в центр. Но сегодня у нас был яркий такой пример бестмастера в миду от команды Neon, который прям зажег, был максимально хорош. Может быть, реальти риф, конечно, наблюдали своим потенциальным соперником на будущее, да, там вообще проходят игры в рамках... В рамках этого турнира, этого соревнования. Если я не ошибаюсь, реальти риф сегодня про списание только BTS Pro Series. Вроде как они с турнира, простите, хуя ворлд вылетели. Вот, поэтому вроде как больше нигде не участвуют. Могу ошибаться, может быть, квалификации играли, не знаю. Но, по-моему, только на BTS Pro Series, поэтому было время, чтобы посмотреть, обсудить. Опа, тут Кабан, а Кабан бодиблочит. Ты посмотри, какой контроль KYXY нам показывает. А вот если бы он сразу удар сделал, а потом блочил, он там с цапогом и чатерско тяжело. Тяжело остановить ничего. ФБ сделать не получилось, но пока, во всяком случае, так догонят еще Паласа. Может, все обошлось. Отзаняли соперника. Баунтероны, скорее всего, в подвес заберут. Без кровопролития обошлось на этих стычках. Битва начинается. Ну, смотрим. Я очень надеюсь, что эта игра нас порадует фрагами большим количеством. Будет много экшена. Потому что как-то сегодня, ну, неохотно команды дерутся. Там первые 20 минут. Хочется экшен нон-стоп, хочется файты, хочется киллы. Красивое какое-то исполнение. А не вот эта фармешка. Ну, тут нет жестких героев, которые должны фармить. Тут Урса и Рики. Это два героя, которых надо отправлять в бой вот с самого начала. И так, через минут 15 мы наблюдаем, как там Урса фармит БФ, Рики тоже фармит БФ. Ребята выходит в лейт. Как это обычно бывает, да, в таких ситуациях. Да, вообще, да, соглашусь, конечно, герой. Достаточно активный. Ну, может быть, Рики чуть активнее. Да, Рики-то он на самом деле убийца уже с получением 6 уровня. А Урсе, ну, как ни крути, надо побольше. И в плане шмоток, и в плане левела. Чтобы быть полноценно боеспособным товарищем. Ну, как минимум, хочется там вымаксить себе аршок, хочется вымаксить себе пассивку. Плюс взять опять-таки инрейдж без инрейджа в Дракуле, если вообще не хочется. Так что Рики-Мару, наверное, чуть более активный герой в этом плане. Пока Рейдянут начинают здорово по крипстатам. У Урса вроде как фри-фарм, а Лакрити уже очень битый. Ирана в оффлейне, конечно, тоже нечастый гость. Не знаю, насколько здесь это хорошо зайдет. Что собирать вообще планируют? На Миранке-то? Да. Так а что, все давно предрешено. Делаем Урну, делаем Весел. Если не делаем Урну или Весел, если там кто-то из тиммейтов и скорых героев будет собирать, тогда плавненько выходим в Юл и дальше делаем комбинации. Юл здесь максимально хорош, опять-таки против Урса. По полу обиде это может Драгонайт останавливать. Поэтому вот от Юлы я бы точно не отказывался. Так, ну, немножечко аналитики по Рики-Мару. Значит, пока скилл билд, в общем, нормальный. Играть планируют через быстрый Рейсбенд. Стики в планах есть купить все-таки. На это намекает, кратки, два Iron Branch, которые он не садит и не съедает, соответственно. Поэтому, скорее всего, будет Рейсбенд, скорее всего, будет Стик. Ну, тот же самый Руслан приобретал, в общем-то, и в предыдущем своем матче. Ну, так что пока, вроде бы, по классике играть без Орбы Венома тоже стоит подметить. Поэтому убивать соперника будет трудно. А ненормальный скилл билд на Рике это какой на втором левеле? Тучку качают. Есть такие, да? Ее есть, есть. Ну, я сам на эту тучку качаю. Есть ситуации, при которых тебе тучка прям максимально поможет. Папу-ва. Бенгур. Это че за Беркюрак. Молодец, молодец. Убить бестмастера. Это дорогого стоит. И сейчас получает кунг буст на старте. И кунг-ка здесь, конечно, может сумасшедшим темпом начать. Просто давить. Ну, конечно, соло-фраг такое дело. Ой, еще и торрентом крипа добивает. Уху. Знает, не смог. Крипстат, конечно, держался. Молодцом. Но что-то как-то сдулся на ферзбат. На, Бенгур тут пока будет доминировать. Урс у нас без хп остался снизу. Чатрас приходит помочь отзвонить Алакрити. Алакрити добивает Рейнджар. Шоку! Ооо, Санек. Вейкап. Ой, еще играй по стиках. Как же ошибается, ребята, из реалити риф здесь. Ну, просто их, знаешь, на скилухе-то. На скилухе. Ну, как детей, на самом деле. Здесь прям очень легко все получилось. Они как-то не рассчитали. Вот видят, знаешь, полоску хп урсы. А там брони приличное количество. Нюк есть, какой-никакой. Общее количество хп там оставалось в районе 150. Их попробуй еще снеси. Ну, на самом деле, конечно, мне это кажется, что у урса вершок очень жесткий. Я вообще жду в ближайших обновлениях, что его понерфят как-то. Потому что его подняли, сделали таким, что он там вперед может прыгать. Не просто клэпает. Райфер клэпал на месте. Ну, все. А сейчас он прыгает на соперника. Монокост небольшой. Кулдаун небольшой. Опять-таки, ну, прям спамить можно активно. Сейчас, видишь, того дошло. Ведь, если вспомнить, после апдейта урсу раскачивали так же, как и раньше. То есть, эршок брали максимум на единичку просто для замедления. А потом выяснили, что первый нюк настолько жесткий. Такая имба, что нужно его максить. И сейчас просто на урсе постоянно максит эршок. И он, ну, прям незаменим получается. Ну, это разнообразило героя. Раньше билд ведь один был. Ты покупаешь блинк, башер, БКБ. Все. У тебя нет альтернатив. Иногда аганим. Сейчас, с появлением такого скилла, ты можешь отказываться от блинка, например. Ты можешь раньше покупать башер. Ты можешь покупать Бэтл Фьюри, Москов Мэднес. Много вариантов, в общем, разных. А так этот герой просто годами не менялся. Вот одно и то же, одно и то же, из года в год. Попытка добить урса. Ну, снова вот это ощущение, что у него очень мало хп. Вот это расхватает все-таки дамеджа. Так, спид высокий был умираем. Но, возможно, в один конец прыжок. Потому что здесь очередной даггер и Аллакрити погибает. Дабл килл для Яхи. Ну и 6-2. Хорошее начало для экзекрэйшн. ПТ урса. Ну, все-таки БФ, да, видишь, в быстром закупе. Ну, да. Фармить. На самом деле, на урсе, ну, опять же, как и на Фантом Ассасин, этот предмет дает тебе не только возможность фармить. Он дает тебе монореген, которого у урса нет вообще. Чтобы ты мог спамить действительно своими скиллами постоянно. Скорость фарма это еще одно хорошее такое дополнение. Учитывая, что тебе не надо покупать блинк, то ты можешь себе позволить такую раскачку. Много урона. Эффект какой-то дополнительный помимо фарма урсе тоже не нужен, потому что у него есть своя пассивка, с которой он там колоссальный урон наносит. Ну, все так, да. Вот этот вот выход в БФ кому-то все еще кажется в новинку. Немножко странно, но нынче собираются практически все урсы фраг. Забрали энчандреса в центре, Бенхюр вместе с Якобом пытаются разменяться на хасла, будет крест, залетает корабль на крест и спокойно фармляется фраг. Ну, декрип эта ситуация даже помог убить панка, получается. В Реальти Рифт оставляют ДК на фрифарме. Рики здесь ему вообще урона не наносит, поэтому ДК спокойно держит второй крипстат на карте. Отличное начало для него. Сол ринг есть, брейсер есть, 6 левел есть. Можно нажимать форму, можно начинать пушить вышку. Параллельно урса зарабатывает фраг на миране. Но, по-моему, экзекрейшн лучше стартовали в разы. Этот соло фраг в центре, Бестмастер сразу же потерялся, Бестмастер сразу же ушел в лес. У него левел 6, у Кунки уже 8. Урса на фрифарме, ДК на фрифарме. Все три линии либо выиграны, либо не проиграны командой экзекрейшн. Нетворсы даже страшно открывать. Там топ-3 за экзекрейшн. Ну, если они выиграют 2-0, то это получается... Им надо уже писать нам на почту и просить, чтобы мы каждую игру их комментировали со своими предложениями, потому что они побеждают только, когда мы комментируем. Ну, подожди, еще рано загадывай там. Ну, рано, конечно. Ты знаешь, предпосылки к карте уже есть. Они слишком много имеют за 8 минут. Ну, неприлично много. Так и дальше это не видно, за счет чего они должны прям в салат отлетать. Герои Реальти Рифт, наверное, хороши, когда они, как минимум, не проигрывают. Но если будет перевес по вещам, то никакой панга там со своим ультимейтом ничего не докажет. Нашел, кстати, твит PPD касательно момента, который мы обсуждали. Цитирую. Кастеры, сомневающиеся в Battle Fury на Урсе и аплодирующие этому, должны смотреть больше доту и играть в нее. Написал PPD в твиттере. В смысле? Подлежал Доминик Блэк. Подожди. Ну, типа то, что те кастеры, которые там удивляются этому БФу. Ну, видимо, был случай, где PPD зашел на англоязычную трансляцию, услышал, как комментаторы удивляются покупке БФа. И там аплодировали, видимо, восхваляли. Ну, были удивлены, в общем, приятно. И он написал о том, что... А, на то я и слушаю, что вроде как и плохо, и хорошо сказали кастеры одновременно. Поэтому не понял сразу. Так нет, это хороший предмет. Но мы с тобой тоже объяснили, почему это хорошо. Он без минусов. Он без минусов. Реально, этот артефакт на этот герой... Урса никогда не был быстрым фармером. Здесь тебе, пожалуйста, скорость фарма. Манореген. У Урсы небольшой монопол сам по себе. Но скиллы он достаточно часто применяет. Там, КД. 9 секунд и 6 секунд. И просто, чтобы ты в драке мог хотя бы там по 4-5 раз их нажать, тебе этого манорегена за глаза хватит. Ну, я думаю, что манореген в меньшей степени. Конечно, это... Ну, понятно. Но, тем не менее, это не какой-то там бесполезный бонус конкретно для Урсы. На Фантом Ассасин вот нафиг не нужен этот манореген. У нее скиллы суммарно 3 маны стоят. Так, разменялись Queen of Pain. Здесь пытались перехватить под 10-ю минуту свой же аванпост ребята из Execration. Не получилось этого сделать. В итоге аванпост только... Ну, по одному аванпосту держали под контролем. Наберутся баунтируны пока. Ну, 3000 за команду Execration остается. Да, на кор-героях. Просто потому, что линии лучше отстояли. Покупает турция. Сейчас готовый себе персик. Ну, а Рики Дефьюзу будет делать. Ну, посмотрим. Да, будет агрессия от Рики, соответственно, Дефьюзу Блейдс. И будет попытка зафармить от Урсы. При этом, опять-таки, это вообще не мешает Урсу тоже играть в агрессию. Потому что... Ну, и даже без вот конкретно сейчас купленного целого слота. Допустим, там будет готовый Дефьюзу Блейдс. А Урс, допустим, недособранный еще БФ. Хотя вполне вероятно, что Урсу успеет купить к Дефьюзу Блейду как раз-таки свой БФ. В любом случае Урса будет страшным. Потому что все еще, напрыгивая на соперника, все еще убивая его рукой, наносишь очень много урона. Есть шансы делать убийство. Всяком случае, у Паласа как минимум уже 4-1-2 сейчас. То есть в шести фрагах он поучаствовал. Так, ну что Реальти Рифт собираются делать? Они уже много проигрывают. Рики, понятное дело, сильным становится с Дефьюзами. Но до них еще расти и расти. Остальным-то что делать в этот момент, непонятно. С бисмастером вы хотите куда-то выходить, зарабатывать киллы. Но опять же, с кем? С Мираной, разве что? Остальные герои не так много урона сейчас способны внести. Пангольер только... А, ну вот, шестой левел взяли, книгу, я так понимаю, использовали. И пошли в атаку. Ну окей, допустим. Тут ведь беда еще в том, что очень прочный персонаж у Экзекрейшн. Убиваешь одного, остальных двух коров не убьешь. Потому что потратил все. Тут сами Рейдент нападают. Даже раньше нападают. Нападают на бисмастера. Бисмастер получает проказ. Не может дать рор. Бисмастер не нажмет рор. Покатился Банголир. Но дэмэджа теперь уже не хватает команде. И надо просто, я думаю, разбегаться. Мирана, конечно, приходит. Дает свой Старшторм. Ладно, убили. Двоих даже убили. Нормальтерс? Да-да-да, я думал, похуже все будет. Инрейдж нажал. Крест, Оран, Брестспар. Убить Рикки. Лайдер Рейн. Вот защищает Оля. Дальше за Бенхюром. Отстанивается Би-Чем. Стрела забитает точная. Бисмастер, минус Кунка. Дальше Лайдер Рейн уже по Драгон Найту. Ну и отступает команда Экзекрэйшн. Драку Несси че-то провалило, кстати. Да-да-да. Надо с Пугной что-то делать Экзекрэйшн. Пугна сильно мешает. Пугна, Рикки сильно достаточно бьет. Рикки не пожать ничего. Качал стучку к девятому уровню. Что тоже хорошо. Имеет уже второй Блэйд. Ну как-то да, нормальный фокус так и не прошел. Суни-Клэйва не было. Квинув Пейн мы видим в кастованном. Чатрос довольно быстро потеряли там. Драк как-то не склеилась, конечно. Нужно еще пофармить. Ну Драгона я посмотрю. Да, пока с Брейсером, Сол Рингом. Блинг Даггера нет. Что опять-таки нужную цель выбирать. Кунка пока с Энджем. Алибарда скоро появится. Там атака небольшая на Энчантры. На Энчантры заводит. Торрент по троиму, как же попались. Вейв туда. И корабль бы пораньше туда залетел. Было бы совсем идеально. Но атак пока размен один в один. ДК там Варр ломает просто в наглую. Прайм Алрора еще кунку потеряет. Неужели после такого торрента еще и драку проиграют ребята из X-Cration? Похоже, да. Драгонайт в артер 2. Ястреб ставится. Стрела летит точно. Есть телепорт. Драгонайт живучий. Конечно, парень ставится. Тучка. Урса не может помочь под этой тучкой. Прыгает только на кива XY. Делает на нем размен. Хаслу добивает. В итоге Аллакрити. Телепорт. И Палас еще один орфшок. Добивает соперника. И в живых оставит только Рикимару, который ходит на топ. Но вот слишком-слишком глубоко, конечно, задайвили. Господа из Reality Rift. И за это были уничтожены. Задумка, может быть, и неплохая была. Но действительно далеко. Далеко. И Урса очень вовремя прилетел. Прям в самый нужный момент. И вот Battle Fury. 14 минут. По-моему, быстро. Достаточно. Ну и теперь можно ускорить свой фарм. И смотрим, насколько Рикки способен тягаться с таким Урсой. Пока между ними около 1000. 800 колды. Ну, сейчас Рикки прям максимально сильным станет. Он талант взял на... На скорость атаки сейчас появляется Дефиша Бейкс, наконец. Ну, теперь, я не знаю, берегись Enchantress, берегись Queen of Pain. Queen of Pain, кстати говоря, здраво собирает себе форстаф против Рикки Мару. Но в такой ситуации ты спасаешь либо себя, либо своих тиммейтов из-под тучки. Это довольно грамотно. Нападение на Кунку в центре. Стрела мимо и далеко уже не полезно. Плюс хоста была у Кунки. Вряд ли бы все равно убили. ДК не хватает копеек каких-то на блинг. Так, снизу. Атака на Урсой как легко. Легко. Дефюжал бейт. Ну, то, о чем я говорил. С одной стороны Дефюжал бейт, с другой стороны БФ. Ну, очевидно, парень с Дефюзами-то, конечно, посильнее сейчас будет. То есть Урсу и кайтить можно, и за тучку просто убивать можно, не выпустив его из этой тучки. Там не инрейдж нажать, не аэрфшок, соответственно. Поэтому, если вот так агрессивно будут реальти рифты реализовывать этого Рикки Мару, то, в принципе, Урса может вообще с своим БФ ничего не сделать. Очень сильно по темпу просесть. А мы сейчас нужно, наверное, ПКБ покупать следующим слотом. Даже не башера, а просто ПКБ брать. Атака на Бенхюра в центре. На развороте он раскастовывается в наца. Брэсфлайр. Все залетело. Стан еще и добить. Да, добивают такие. Но вопрос, сколько они героев здесь потеряют. Забирать быстрее. Финопейн, потучка, просто тапа не было. Прыжок за Драгонайта. Реалити рифт идут дальше. Трик оф затрейт немножко дэмэдж нанес. Хасла раскручивает свой Роллинг Тандер. Драгонайта не отпустит. И дальше нужно за Бенхюром, конечно же, идти, идти следом. Но ПАЛОС на исходной позиции. Так, что он здесь разыграет? А, там Рикки Мару еще героя добил. Добил Эрера. Вот теперь может за ПАЛОСом. Ой, ПАЛОС, что ты будешь делать, потучка? Опять ничего не можешь сделать. Тоже погибает. И это уже минус 4 за потерю одного пункта. Игрались полностью. Молодцы, Реалити рифт. Как-то экзекрейшн неуверенно идут. Не всей командой. Реалити рифт собрались просто пятером. Рикки всегда с ними идет сражаться. Экзекрейшн должны понимать, что без Урсы они слабы. Да и с Урсой сейчас. Урса просто неровная сейчас Рикки. По импакту драки. Им бы вообще сейчас файты избегать. А они куда-то дайвят запуганной под Т2. Вместо какой-то фармежки. В итоге отдадут Рошана. Попытаться, конечно, можно туда сходить. Но уже... Не, еще успевают. 5 секунд у них буквально. 3. Ну все, не успели. Торн. Неплохой, но Рошан здесь погибнет. Достается. И драку можно провести. Русланчику Аегис. Можно идти драться. Можно энчантрес здесь накрывать. Как-то шевать. Они там как-то сагрились, знаешь, на другую цель. На Квин оф Пейн. Хотя Панга, конечно, создал такое пространство на убийство двух героев. Сейчас Панга под фокусом. Получает декрип. Можно спасти его. Да, он уходит. Декрип он вроде как. Пошел у нас прайм урар по Урсу. Урса за секунду просто умирает. Энчантрес можно добить. Прыгает. Моментальный минус. А, реалити рифт сейчас действует как прям сложенный такой механизм. Сложенный. Вместе нападают, знают кому что делать. Какие кнопки нажимать. Очень круто это выглядит. Классная работа. Командная. Молодцы. Да, экзекрэйшн. Не получается у них. Теперь я могу понять, почему они проиграли 8 карт подряд. Хотя, насколько же хорошо провели старт, да, казалось бы. Но не знают, когда им лучше драться. Стоит ли драться вообще. Все преимущества растеряли. И вообще не понимают, как теперь действовать на карте. Ну, ты из БФа супербыстрого там к 15-16, БФ превратился к 19-й минуте. Потому что кроме БФа-то ничего не появилось. Понимаешь? Он же ничего себе не приобрел. То есть, вот ты с БФом очень должен четко чувствовать вообще игру. Ты, если понимаешь, что в драке не вытягиваешь, команда твоя не способна побеждать. То лучше, конечно, просто засушить доту и пофармить немножко. Да, купить себе плюс еще один слот к БФ. Тогда ты будешь сильным. А тут, получается, Палас, свои команды подумали, что они прям максимально хороши сейчас. Соперника убьют, как и на ленинге. И в итоге Урса не фармя бегал своей командой, умирал. И в результате, вот, действительно, все его тайминги просто максимально сорвались. И БФ у него получился. Теперь в результате запоздал. И тут он уже камбэкает по отношению к Рике. А Рике, вот, между прочим, кстати, тоже покупает БФ, что неудивительно. И, если что, готов игру в лейд затянуть. Но при этом он с дефюджиал блейдами здорово побегал. У него 8.06. Образцово-показательная игра на Рике получается. Ну, еще и на всякий случай появится БФ, где у него, соответственно, в лейте появится очень хороший сладкий. За счет БФ. Хасла готов защищать вышку. Покатился. Хотя бы до ДК добраться. ДК, конечно, не выдержит весь этот дэмэдж. Банга здорово катается. И Драгонайт отсюда уже не отпустит. Несмотря на то, что он стан выписал. Год лайк. Год лайк 20. Как в папочке просто режет. Сейчас еще на 15-ом талант появляет на 20 плюс урона. Что, он не скачает? Серьезно, там минус конкурент на топе. А, он левый талант взял? А, подожди, я на гонку смотрю. Да, он еще пока ничего не взял. Ну, в смысле... А, он левый талант взял-то. Да. Серьезно. Вот, раньше, до последних изменений, от этих вот мини-патчей, да, где резали там на 10% все таланты и так далее, у Рики этот талант давал 30 урона. Это было прям очень хорошо, очень мощно. Сейчас он дает 20. Я вот уже в последнее время подмечаю, что некоторые профессиональные игроки начинают задумываться в сторону тучки. Тем более, что, опять же, в одном из последних обновлений в 25-ом уровне добавили талант на тучку конкретно. Хотя раньше там был талант, что ты можешь бить, не выходя из-за невидимости. Бесполезный талант был. И вот с учетом того, что на 25-ом появляется такой классный талант, который можно, в принципе, взять, есть смысл на 15-ом тоже усилить тучку. Он довольно интересный. У тебя, получается, кулдаун 7 секунд при длительности в 6. Да, то есть фактически тучка у тебя обновляется постоянно в татаке. Ой, прыжок на урс, это байт. Опасно играет Рикимаро. У него Егис, конечно, есть. Но как он выживет? Команда-то далеко. Летит бестмастер, вижу на аванпост, но... Он плохо сыграл. Что-то голды для урса. Он еще и Триков за трейд неудачно отдал. То есть здесь идеальный Триков за трейд позволил бы ему на лограунд спрыгнуть, а он оказался на хг. Если бы он спрыгнул на лограунд, возможно, ему хватило бы вижена, чтобы прыгнуть на нейтральный спаун. И уйти. Ну, в любом случае, конечно, то, что он так зарейджил, опять-таки прыгнул как в папчике на соперника, это и помешало ему выжить. Но бф-то купил, но зато урса поднимается в топ. Неужели урса будет башер себе делать? Он реально башер купил, да? Да. А, нет, БКБ, БКБ, нет, все четко. Все четко. Я же пугалась, думал, сейчас башер возьмет и игру пройдет. Я думал, башер возьмет и проиграет игру. А бкб это прям суперграмотное решение, потому что Рик его гнобит, Панга его гнобит. Понятно, что от Праймал Рора тебя БКБ не спасет, но от других неприятных способностей ты защищен. А дальше уже можно башер себе делать. Ну, теперь Паула становится вновь достаточно опасным героем. Ну, Реальти Рифт снова куда-то выдвигаются. Или нет? Может, Смок планирует нажать? Или через Инвиз Мираны? Смок есть, кстати. Да, нажимает. Ну, и в атаку. В атаку куда-нибудь. Вот на поиске Урса, например. Он спрыгнул. Не наказали за этот прыжок. Ястреб бесит. Информация имеется. Свэш Бакл. А тут БКБ. Встречаем соперника БКБ с мастером. Пытаемся на Праймал Рор дать. Праймал Рор дает, есть Соник Вейп отбед. Залечивает в угна. Урса тратит своего БКБ фактически в никуда. Там уже Куинов Пейн убили. Она делает байбэк. БХМ у нас без БКБшки, поэтому погибает. Доджет за крест-торон. Еще триков за трейдерики Мару. Здорово. Ну и выигрывается драка очень легко. Прыгают дальше. На Квапу. Без байбэка. Уже форстаф куд. Есть блинг. Пока уходит Дрю до конца. Русланчик охотится, охотится. Опа. Сгрыз дерево, убедил клопок, попасть снова блинг. Форстаф на этот раз имеется. Продолжает катить соперника. Но в любом случае, проиграли драку ребята из... Он потратил блинг снова. Форстаф есть, окей. Но тут уже панга рядом. И это смерть после байбэка. 70 секунд. Не ожидал, видимо, что Рикки остался неподалеку. Две смерти на ровном месте. Рикки справляется чуть ли не в соло дважды. Вроде так смотришь по экономике. Игра равная практически. Но мне не покидает ощущение, что команда реальти редко. Команда лучше поступает. Лучше играет. Урс проиграет. Там Кримсон. БКБ надо нажимать. Декрип. Как же доджат все атаки Урс. Конечно, очень неприятно ему по драке. Кого-то фокусить. Ты вроде бы КБ нажал. Вроде бы тебя сложно остановить, когда нет Примал Рора. С другой стороны, любую цель, которую ты фокусишь, защищают Декрипом. Или Кримсоном. Ну, я с самого начала говорил, что герои есть неприятные для Урсы. Да и в том числе Мирана тоже неприятный герой. Потому что ее ты не можешь постоянно бить. Она упрыгивает от тебя очень далеко и надолго. А тут уфлейн Мирана все-таки. Минус Сенчантрес. Тут, понятно, легкий фраг. Кунка запустил свой прокаст. На этом все. Вот тут еще ДК. Ни разу не все. ДК, ТП-аут. Уйдет. Нормально. В данной ситуации ДК, конечно, слабость получается. Ребята из Exacration играют вторым номером. Фарма достается ему мало. Все, практически забирает Урса с БФ. А БКБ выформить нужно. При том, что помимо Урса еще есть Кунка, который также очень быстро пачкает крипов и нейтральных крипов забирает. Поэтому Драганай такой бедноватый получается с Шестернет Форсом. Боконя, что полезно. Ну, чуть каждого-то получилась. Кунка, Урса плюс ДК. Видите, еще и Квин оф Пейн, который тоже себе шмотки старается вынести. Какие-то, да, то есть играет в раскачанную четверку. Кто-то должен был просесть. То есть, когда вы не доминируете, когда вы играете с позиции защиты, то кто-то обязательно просядет очень сильно по надкорсу. В данной ситуации Драганайта. Я от него сейчас пока пользуюсь очень мало. Не то, что на прошлой карте, да? Да. Там вообще величайший был. Ты поспоришь. Там величайший Драганайта был. Смакуются он. Отображали. Правильно использовать героя. Конечно. Три месяца фигней страдают во всем мире. Какой мид? Какой керри? Ты четверка. Там же на лбу написано. Четверочка. Создан для четвертой позиции персонаж. Создан, чтобы на третьем уровне второй стан взять и гангать мид. Кстати, Дота вылетела опять почему-то. Не знаю, с чем это связано. Если ты меня слышишь, значит у меня интернет не упал. Не, нормально, нормально. Меня просто тоже выбрасывал этот сервер. Понял. Так, еще один артефакт появится, который будет кайтить Урсу. Это Алибарда намечается. Бестмастер. Ну, прям максимально, конечно, Валера хитит. Главного керри команды экзекрэйшн. Все против него собрал. Все, что нужно. И героя собрал, которого нужно против Урса. И артефакты собирает, которые прям столь необходимы. При игре против этого персонажа. Валера. Валера. Валера разваливает. Валера. Валера, молодец. Он такой old, прям KYXY. Он же в Доту играет, мне кажется. Дольше, чем я живу. Все так. Да. Попадут проказ. Какой же проказ. Шикарный, KYXY. Правда, живет довольно долго. Его бьют. Праймал Рордау. Скорость там замедления все равно хватает. Укому лайтшаду просветили. Хасла остановит соперника. Да. Ролинг тандером. Но драки здесь скорее всего не будет. Или будет. Лапа прыгает с бестмастером. Он погибает. Какая стрела интересная залетела. Он так мало раз прокатился по людям. Этот пангольер. Но. Но Рошан-то стоит. А там с Ирсо Егисом. Вообще не ожидали от атаки реалити риф, конечно. Обидно то, что и пайбэков не оставили себе на этой ситуации. Но кто мог подумать, что тут экзекрешн так нырнут? И теперь да. И Егис может остаться экзекрешн. Такой небольшой переворот в этой игре сейчас. Офт-уорфт-дстракшн. Находит Рикки Мара. Что-то порезать соперника. Но нет. Стрела залетает точно венчантрос. Подставляется Панга. Кстати, у Панга ультимейта нет. Но есть у него паучьи лапки, в которых он пытается спастись. А-а-а, Шилд Крэшем не допрыгнул. Дальше они не пошли. Или пошли? Нашли, нашли, нашли. Саленс повесили. А к вопе только Саленс прилетел, кажется. Прикольно. Так, Урса. Быстро очень закончился. Получил стрелу и погиб. КБ. Ну нет, так это не работает. Только драться до конца. Может быть, хоть как-то разменяться. И этого сделать не дадут. И Реальти Рифт убивают. Что было, Егис, у Рейден, что его не было. Да, реализация очень странная. Они вообще не ожидали, что Рикки, оказывается, где-то рядышком бегает. Что скоро уже возводятся все герои Реальти Рифт. Неудачно зашли, напали. Кто-то ушел, папа просто телепорт использовала. Тиммейты оставались. Ну, как-то да, какой-то мисплей произошел. И в итоге, ну да, что забрали Рошана, что не забирали, толку вообще никакого. Взяли, отдались. Ну и заход по нижней линии. Вышка падает быстро. Станк в Рикке. Попытка зафокусить урона хватает. Ну, это, кстати, классно было. Придется отступать Реальти Рифт, вероятнее всего. Тем, кто сможет, по крайней мере. Это все без Урсы делает сейчас Ванда Экзекрейшн. Не хватает урона по пугне. Пугна разворачивается, начинает высасывать ХП. Мирана очень далеко прыгает. Никого не боятся. Ну, правда, стан получает Этамирана. Йолнир полетел по КБ. Нет, ой, как-то Реальти Рифт неаккуратно все это делают, конечно. Но вот получили такое преимущество в виде Урсы убитого без байбэка, да, на полторы минуты. И вот здесь можно было, ну, чуть ли не точку ставить сейчас в заходе на хайграунд. Просто снести нижнюю линию, отойти там и так далее. Получить очень львинное превосходство. Но Рикки Мару идет на хайграунд циглсонгом. Да, то есть это не собранный артефакт. Это 3000, которые дают ему только ловкость. А выживаемости никакой все еще. 1600 кп. Его вкусят, быстро убивают. Мирана прыгает вперед с одними молниями. У Йолнир все еще был в полете. В Курьере в этот момент, пока он прыгал, там пытался урона раздать. БКБшки никто не собирает. Ни Рикки, ни Мирана. Ну, естественно, у команды экзекрейшн хватает на выносливость, чтобы какие-то нюки покидать. Как-то разорвать соперника. Неаккуратно, очень аккуратно сыграно было. Треальти Рифт опять преимущество дают. Опять она переходит в лапы экзекрейшн. И, ну, очень все быстро и меняется в этой кассе. Отсутствие БКБ может сказаться. Все-таки 1 ДК очень надолго дает стан. И Мирана, конечно, не настолько живучий герой, чтобы пережить весь дэмэдж, который в нее прилетит за эти 3 секунды. Т-2 на топе пытаются сломать. Используется. Защита. Репейр кит. Хорошо, подкинули на Тора. Той как здорово. Ну и урона хватит или нет? Там Урса. Урса не бьет. Урс убьет Рики напротив. Урса в контроле. Стоит все это время. Он опять не нанес ни одного удара. Классический ПТ на интеллект. И на рейдж не нажимаем после БКБ. Так, бывает, конечно. Догнает, контур иницирует. Ну, тут лишаются жизни ребят из экскрэша. Делают байбэки. Это уже команда Реальти Риф. Теперь сама камбэкает минус Кунка. Остается же их БХМ, который пытается сделать телепорт. И телепорт сбивается. И выигранная драка теперь от команды Дайр. Ну, конечно, тут вообще очень сложно спрогнозировать, как вообще будет протекать любая драка. Потому что то один Кири умирает очень быстро, то второй. Казалось, Батучки защитился. У Рики там нет никаких башеров и что-то подобное. Да, тут у тебя 100% эскейп нажать БКБ, нажать энрэйдж, прыгнуть там, развернуться и с кем-то подраться. Тут что-то не нажимается. ПТ на интеллект. Что-то прям ужас какой-то. Пангальер с Башером очень много делает в драке. Он останавливает надолго Урсу. Ну и, конечно, Рома. А Леша-то красавчик. Леша. Леша красавчик. Причем против Рики как раз у него даже еще и сетка есть. У Урса, смотри. Кламси, нет. То есть все, что тебе нужно, а тот БКБ развернуться, дать сетку в Рики, он ничего не сможет сделать. У тебя Башер, нажать энрэйдж, чтобы павру убить. Да, очень странно. Ну, это очередной подарок команде Реалити Рид, которым нужно пользоваться. С бабочкой уже заходит Руслан. Сурбу в дистракшенном под дебафом строения падают достаточно быстро. Помимо нижнего коридора можно и в центральном разобраться тоже. Глиф нажали. Ну, 20 секунд еще есть. 20 секунд, в принципе, более чем достаточно под бестмастером. Гаура хорошая. А, тут еще и поставляется энчантерс. Байбэк имеется, конечно. Надо выигрывать какие-то секунды, чтобы не потерять мид. Можно ее понять, конечно, но... Кажется, мистерс будет потерян. Они еще и на верхнюю линию дальше. Чатрис байбэкается, но за топ точно драться будет. Все, надо отходить. Все возрождаются у соперника. Ну что, хорошо, прошлись Реалити Риф. Или не надо? Или надо постоять в инвизии и напасть? Там Сандрик стоит, кажется. Видели? Такая неоднозначная карта получается. Посмотрите на графики. Просто открой графики. Что происходило в этой карте. График рисует горы. Просто красивые пейзажи. Это для тех, у кого воображение развито. Ну и моря тогда, да? Впадины. Не только горы. Оу, тут вся команда отлетела. Тут на самом деле можно уже чуть ли не... Ну нет, нельзя сдаваться. Нет, нельзя сдаваться. Без двух сторон играть можно. Летят немного по деньгам. Поэтому да, попробовать еще разок подраться можно. Проиграют драку, конечно, сдадутся. То, чем у нас научила эта карта, что камбэк возможен из любой ситуации. Лови соперника на ошибках и делай свою работу. Тем более, что по меркам 35-й минуты преимущество уж не такое и громадное. Это на прошлое было понятно, когда ДК вел 5000, что там конец уже. Здесь-то, конечно, да, можно еще побороться. Я не знаю, что произошло. Беркер сидит такой. Они в одном доме. На карантине. Ага. Да, прикинь. Так только у них попроще все в Филиппинах. Руся там за всех уже раскидал, что там произошло. Они в одном доме, у них упал МНЭТ. Все ясно. Выяснил. Красавчик. Вообще, Реальти Риф тоже, по-моему, были в отпуске. Ну, на момент пандемии. И чуть ли там неделю только назад они все с отпусков вернулись. По-моему, собрались на одном буткемпе с тренером и так далее. Вот только-только что называется команда вновь просыпается. Сейчас идет активная подготовка, идет активное нарабатывание стратегии. В общем, сезон у них продолжается. Поэтому на буткемпах сейчас Юго-Восточная Азия плотности. Ну, потому что да, потому что сейчас турниры, видите, ТО организовывают. Такие приятные онлайны с достаточно большим призовым фондом. Ты не играешь какие-то, знаешь, как вот, допустим, возьмем. Тут тоже самую ситуацию. Но год назад, да, вот это же время. Ну, что там было? Были квалификации на мажоры, на миноры. И тут крутые те команды, которые отбирались, да, и какие-то деньги зарабатывали. В основном-то для всей тир-2 сцен и для большинства тир-1 сцены ты же можешь сыграть квалификации за бесплатно. Ты к ним готовишься, ты собираешь какой-то буткемп, тратишь какие-то деньги, да, чтобы участвовать в квалификации в надежде на то, что ты поедешь на какой-то турнир и там заработаешь, отобьешь бабки. А по факту ты играешь в 1-кульфикации, 2-3, 4-5 за сезон и ничего не проходишь. И все, что тебя спасает, какие-то еще дополнительные онлайн-турниры, которые ты вынужден играть помимо важных квал. А тут вот, в принципе, для тир-2 команды прям очень хорошо. Или тем команд, которые близятся к тир-1, да. Потому что ты играешь онлайн, у тебя есть четкий призовой фонд, достаточно большой по нынешним меркам. И у тебя вот, пожалуйста, отыграй в групповую стадию, выйди в плей-офф. Все в онлайне, команды все тебе знакомы, один регион, мы с ними там все время играть, какие-то практисы. Поэтому я думаю, что вот конкретно сейчас для многих команд это достаточно такое, ну, знаешь, прибыльное время, что ли. Особенно для команд, которые на мажоры не отбирались, на миноры. Не имеют такой возможности. Ну, хоть что-то, да, будут получать. Там за третьи, за четвертые места можно бороться. За первое не говорю, потому что есть фнатик. Там невозможно с ними сражаться на дистанции на полноценном турнире. Да, еще не удавалось, как ты знаешь, вот у фнатиков удавалось карты выигрывать какие-то в сериях, но не удавалось не пустить их в плей-офф. Вот если кому-то удастся в плей-офф не выпустить фнатик, там такая рубка начнется-то чего за первое место, потому что вот он шанс, вот она возможность. Но фнатики такие, они в групповой стадии там ничейку сыграют, кому-то проиграют, большую часть матчей там, конечно, проявить плюс себя по баллам. Где-то вылезут в верхней сетке в плей-офф, а там уже в плей-оффе команда включится буквально на три серии, вплоть до финальной и включителя. И все. Как секреты тоже, да? Где-то могут карту отдать, где-то могут юникам 0-2 проиграть. Но когда дело касается плей-оффа и денег, тут уж извините. Пупей с криками сюда, то врывается в любой турнир, в любой финал. Уже бы дождаться наконец-то момента, чтобы секрет не участвовали в финале. Тоже посмотреть на кого-то другого. Изувер, что ли? Как это без секрета в финале? Такого не бывает. Да было бы неплохо. Что, надоели, что ли? Честно. Не, ну слушай, их слишком много, они выигрывают все. Так это не их проблема. Да понятно, что не их проблема. Просто как бы, понимаешь, финал без секрета, значит, ну, сразятся какие-то две команды, которые выйдут в плей-офф наравне, допустим, с секрет. Такие матчи, они, ну, постоянно существуют в рамках групповой стадии, в рамках плей-офф. Не только же секреты одни в плей-офф играют, там, другие команды есть, которые между собой сражаются. Просто если уж уровня не хватает, что им в финале делать? Как же секрет, конечно, не вовремя форму набрали. Понятно, что они там сейчас заработают каких-то призовых, но... Да и титулов заберут много. Звание чемпионства. Но к интернешнл все, может резко поменяться. Который непонятно, когда состоится. А секрет все-таки не везет на TI. Как будто абсолютно другая команда играет. Есть такое? Там говорят, OG наконец собрались, да? Куда? Не знаю. Куда тут собрались? Ты что-то посмотрел, у них там последний матч, победы, что ли, как-то уверенные даже. Так они обычно, ну, в июне начинают играть. Им просто еще не сообщили, что в августе нет смысла катать доту. Там интернешнл не будет. И можно в спячку еще на полгода уходить. А не, бру, я тут смотрю просто, вот, OG последние пять матчей, пять поражений. Или не все записано? Ну, они действительно куда-то собрались. Не, подожди, в какой-то лиге сейчас что-то там стартовало, что-то играется. По-моему, не вся информация на ликопедии. Там бласт или что-то там духи? Да, да, ну, вот, вот, а, я в эту игру не целую. Они противолайн с 2-0 сыграли, погодите. Они сейчас с секретами финале венеров там. Завтра будут катать. Вот, сейчас вот же там бах-бах, и все, секреты уже не топадем. Так, ну, а там же... А, ну, там такая система сразу плей-офф. Мини-турнирчик. Мини-турнирчик на шесть команд. Ой, какая долгая пауза. Ну, в принципе, из графика уже часа на два выбились. В 13 у нас должен был быть старт последней серии. А, да? Ну, вроде как. Понял. В 9-11... А, нет, да, в 7, в 9-11, в 13-13. Должен был быть старт последнего матча сегодня. А мы смотрим первую карту предпоследнего матча. Основательно выбились из графика. Причем не было карт даже по 50 минут. Ну, да, там по 40 максимум, да, по-моему, 40 минут. Так, неужели? Я уже потерял нить игры. Все, вспомнил. Реальти Рифт убеждают в каждой драке. Урса не бьет. И двух сторон нет. Тезисно. Это было несложно. Управился. Хорошо, кстати. Реальти Рифт идут заканчивать. Идут заканчивать... Договорительно. Вот так. Как влетел с пенка. Хасла прям. Так, здесь двоих зацепил. Команда добежала. Пошел за следующими. Палас... Земля тебе металлом, как говорится. Подожди, что, он ТП отменял? Нет, ему сбили. С первого удара баш. Последние секунды он был в БКБ. Да, земля металлом действительно. Здесь ничего не поделать. Хорошо, атака. Вот с маками панга зашел. Раскатал всех как нужно прям. Все хорошо получилось. Ну, теперь заканчиваю, да. Выносить верхнюю линию. Собственно, здесь... Надо трон ломать, там, минута времени. Так. Давайте мы не будем ждать кунку. Пожалуйста. И пойдем создавать новое лобби. Потому что тут все уже ясно. Я за. Все за, мне кажется. Перепоключается быстро, Бенхюр? А, судя по всему, не с командой. В плане какого-то... Бекемба. Очевидно, да? Раз команда без него вылетала, там, без интернета. Так. Соник Вой еще раз каста какие-то залетает. Но урона пока практически не хватает. Бенхюр пытается, там, откидываться какими-то кораблями, чтобы спасти свою базу. Причем, может быть, реальтирительно стоит просто верхнюю линию сломать. Не мучиться в этот трон убиваться. Хотя, ладно. С 2-3-4 уже справились. Он потихонечку падает, а Лаквити бьет. Кидаются нюками, там, ребята, из экзекрэйшн. Драгонайт пошел. БКБ подрубил, стандал. Попит, прайм, аурор. Сейвить, сейвить, сейвить. Рики, сейвить. Рики защищаем. Рики отпрыгивает. Нормально. Клапа погибает. Кунка тоже погибает. Курса 18 секунд до выкупа. Но уже без тиммейтов придется. Ну что, 1-0. Реальти рифт. Молодцы. Сумели после тяжелого начала собраться. Сумели провести несколько хороших драк. А потом уже драку за дракой выигрывали. Была, пожалуй, одна оплошность снизу, когда там быстро получилось Рики зафокусить. Больше ошибок не было. А ну тут уже вопрос как закрыть. Конечно, да, вот в плане чувства темпа, чувства игры, когда купили БФ, шли вот это вот в бой. В бой они шли зря. Урса очень сильно потерял. Когда там он на 15, по-моему, купил, да, себе там БФ, ну плюс-минус минута. 14. 14 даже, да. А в итоге у него после БФ на 19 было 500 голды. То есть, ну, понимаете, 5-6 минут у него ушли просто в никуда. Где он особо вообще не фармал. Это, конечно, ну, так побеждать сложно. Ну что ж, мы уйдем на перерыв. Будем ждать вторую карту. Надеемся, пауза будет недолгой. И пауза не будет в игре. Далеко не уходите. Скоро. Скоро будем на месте. Продолжение следует. Продолжение следует...